Всевышний сказал в Коране о Рамадане, подсчитанное число дней. Тот из вас, кого этот месяц застанет, должен поститься. Клянусь Аллахом, не успеешь ты вступить в первый день поста, как незаметно он пролетит, и тебе скажут, «Закончился Рамадан, завтра праздничный день, и начинается месяц Шавваль». И ты скажешь, «Субханаллах, как же быстро ты пролетел!» Да, он проходит быстро, но как извлечь из него максимальную пользу? Я советую своим братьям следовать завету пророка, мир ему и благословения. Кто постился в месяц Рамадан с верой и надеждой, тому простятся его прошлые грехи. Кто выстаивал ночи в молитвах в месяц Рамадан с верой и надеждой, тому простятся его прошлые грехи. Не пропускай молитву с имамом ни в одну из ночей Рамадан, дорогой брат. Сам пророк, мир ему и благословения, долго выстаивал ночную молитву. В достоверном хадисе Хузейфа, да будет доволен им Аллах, говорит, «Однажды ночью я совершал молитву вместе с пророком, мир ему и благословение». То есть Хузейфа пришёл к пророку, мир ему и благословение, ночью и совершил вместе с ним молитву, как это сделал Ибн Аббас. И это было не в Рамадане. Хузейфа говорит, «И он начал читать суру корова. Я сказал себе, он совершит поясной поклон, прочитав сто аятов. Однако и после этого он продолжил читать. Тогда я сказал себе, он прочитает её полностью, но он продолжил читать. Потом я сказал, он совершит поясной поклон, закончив её. Однако после этого он начал читать суру женщины и прочёл её полностью. А затем приступил к чтению суры семейства Имрана. Три суры в одном ракате. А потом он склонился в поясном поклоне и стал говорить, «Субхана Раббель Азим». И поклон его занял примерно столько же времени, сколько он провёл стоя. Он читал чётко, выговаривая каждую букву. Когда доходил до аята, в котором говорилось о милости, он просил милость. Когда доходил до аята, в котором говорилось о прославлении Аллаха, то прославлял его. А когда доходил до аята, в котором говорилось о наказании, то просил Аллаха защитить его. Настолько долгой была обычная ночная молитва пророка, мир ему и благословение. И представьте, какой она была в Рамадане. После пророка, мир ему и благословение, сподвижники совершали 23 раката и удлиняли молитву. Их молитвой руководили Убай и другие сподвижники. Так же поступали и последующие поколения. Ибн Хурмус сказал, «Имам читал Суру Корова в 8 ракатах, то есть в 8 ракатах из 23 имам читал Суру Корова, 2,5 джуза. А если имам читал Суру Корова в 12 ракатах, люди считали, что он укоротил намаз, то есть облегчил им». Сунан Аль-Байхаки приводится, что Халид Ибн Дурай сказал, Сунан Аль-Байхаки приводится, что Халид Ибн Дурай сказал, «В Бастре у нас был имам, который в каждые три ночи полностью заканчивал Коран. Однажды он заболел, и руководить молитвой назначили другого имама, и он закончил Коран за четыре ночи. И люди стали говорить, что имам начал сокращать молитву. То есть первый имам читал 10 джузов за ночь, а второй — 7,5 джуза. И люди посчитали, что он облегчает им молитву. Саиб Ибн Язид говорил, «Имам читал сотни аятов в ночной молитве, и нам приходилось опираться на палки из-за долгого стояния, а сегодня в самой длинной молитве, в которой считается, что имам читает долго, читают один джуз. А вся молитва занимает приблизительно 45 минут. И то некоторые люди ленятся, хотя многие, хвала Аллаху, остаются с имамом до конца молитвы. Пророк, мир ему и благословение, сказал, «Тому, кто будет выстаивать молитву вместе с имамом до её завершения, запишется, будто он выстоял в молитве всю ночь. Поэтому, если в коллективной молитве с имамом после двух или четырёх ракатов у тебя появится желание уйти, то напомни себе об этом хадисе. Тому, кто будет выстаивать молитву вместе с имамом до её завершения, то есть совершит с имамом все ракаты, запишется, будто он выстоял в молитве всю ночь. Допустим, имам совершил таравих намаз за 45 минут или меньше, и ты молился с ним от начала до конца. В таком случае тебе запишется награда, как будто ты до самого утра совершал молитву. Старайтесь не пропускать молитву с имамом, будь это молитва таравих или молитва тахаджуд в последние дни Рамадана. Кто выстаивал ночной намаз в Рамадане с верой и надеждой на вознаграждение Аллаха, тому будут прощены совершённые им ранее грехи. Также Всевышний сказал, «Вели твоей семье совершать молитву, и сам терпеливо совершай её. Мы не просим у тебя удела, это мы наделяем тебя, а благо и исход за богобоязненностью». То есть велите также вашим семьям совершать молитву, оберегайте себя и свои семьи от огня. Если отец сам идёт в мечеть, пусть не оставляет детей за играми или с телефонами, приведи их в мечеть и стимулируй их любыми способами. Также и жену и дочерей побуждай к молитве дома. А если пойдут в мечеть, в этом нет ничего плохого. Важно оживить этот месяц молитвами и поклонением. Также, дорогие братья, пост — это школа, воспитывающая наш нрав и подчинение Аллаху. Подобно тому, как постящийся уберегает свой рот и желудок от еды, также он должен уберегать свой взор от запретного, уберечь свои уши от запрещенного и уберечь свой язык от запретной речи. Пророк, мир ему и благословение, сказал, «Если человек не перестает лгать или поступать лживо и невежественно, сюда входит любая запретная речь и любое запретное действие, если человек не перестает лгать или поступать лживо и невежественно, то Аллах не нуждается в том, чтобы он отказывался от еды и питья». Абу Хурейра, да буди доволен им Аллах и его друзья, в период поста больше всего времени проводили в мечети. Когда их спрашивали об этом, они отвечали, «Мы бережем наш пост. Сидя в мечети, мы сохраняем себя от запретного. Конечно, ты не должен сидеть в мечети, но старайся избегать всех вещей, которые могут уменьшить награду за пост. И по воле Аллаха он запишет тебя среди прощенных. Я прошу Аллаха сделать нас из числа тех, чьи деяния будут приняты. О Аллах, дай нам прожить до Рамадана и провести этот месяц так, чтобы ты помиловал нас, простил нас и остался доволен нами». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!